В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Философия моды заключается в том, чтобы быть недоступной большинству. Как только идея становится по-настоящему популярной, она выходит в тираж, а на ее место всегда приходит что-то новое. Индустрия красоты не стоит на месте и постоянно появляются какие-то новые бьюти-гаджеты. И я хочу рассказать о такой новинке. Это щипцы Марселя, которые эксклюзивно представлены именно в нашем салоне. Широкое распространение щипцы для завивки авторство парикмахера Марселя Грато получили еще в конце 19 века. Позже этот прибор обосновался в Голливуде и лишь недавно стал использоваться вне съемочных площадок. В настоящий момент его наличием могут похвастаться лишь три салона в России. Эти щипцы настолько уникальны, с ними можно более 100 различных форм, текстур, объемов, локонов, волн и всего прочего делать, если клиентка любит именно играть с различными текстурами. Ретро-дизайн печи Марселя, воссозданный по эскизам позапрошлого века и лишь немного модернизированный, становится украшением современного салона. Индикатор нагрева определяет нужную температуру. Щипцы, например, перегрелись, да, есть такой элемент шелка, когда они крутятся для того, чтобы понедить температуру. Это очень привлекает. Что самое интересное, с помощью этих щипцов волосы приобретают очень большой объем, и этот объем держится до пяти дней. Если правильно соблюсти всю технологию накрутки. Сегодня распущенные волосы, пожалуй, единственная возможность выглядеть стильно, а менять внешний вид качественной стрижки способны различного рода укладки. Самой популярной модной темой последнего времени становятся выпускные, причем не только в школах, но и в вузах и в детских садах. Тенденциям и выпускного наряда сегодня посвящена и наша одноименная рубрика. Итак, модная тема. Выпускной наряд – специфическое направление вечерней моды. Это всегда баланс традиций, тенденций и компонентов индивидуальности. Именно поэтому в семьях выпускников данной теме уделяет очень много внимания. Насколько выпускное событие летнее, поэтому цвета стоит выбирать более легкие, нежные, пастельные, такие, какие мы носим в летний сезон. В нынешнем сезоне в моде пудровые оттенки, разбеленные желтые, вся палитра голубого цвета. Как всегда, фаворитом является белый цвет, который будет максимально освежать, будь то это маленькая девочка или девочка взрослая. Тема выпускного связана не только с окончанием школы. Переход в новую жизнь торжественно отмечают и в вузах, и в детских садах. А это, в свою очередь, предоставляет дизайнерам еще больше пространства для творчества. Сейчас очень интересная тенденция в детских садах проводить тематические вечеринки. Это не просто классический выпускной вечер, это может быть вечеринка в стиле стиляк или какая-то джинсовая. Следовательно, здесь большой простор и для фантазии, и в плане обуви, и прически. Сохраняя градус праздничной одежды, область будет просто более креативным и интересным. Что касается школьного выпускного, это мероприятие протяженное во времени. Оно состоит из нескольких частей, и к каждой из них надо быть готовой. Очень хочется усидеть на всех стульях, поэтому в данном случае выпускница может пойти по пути наименьшего сопротивления и придумать образ трансформы, когда на торжественную часть к платью футляр, к примеру, из кружева, пристегивается юбка из сетки, и уже вечером, когда становится прохладно, добавляется косуха или короткая куртка. И, как правило, если такие манипуляции производить, это хороший способ в течение вечера выглядеть по-разному. Выпускной праздник – это сложная тема, и чтобы она стала модной, потребуется уделить ей максимум внимания. Советы экспертов, самостоятельное изучение тенденций, а также свои эстетические представления, помноженные на интуицию – все это стоит подключить к выбору платья, прически, мейкапа, обуви и аксессуаров. Имидж-клуб Светлана представляет. Фестиваль детского творчества. Хореография, мода, театральное искусство. 22 июня. Дворец пионеров имени Крупской на Алом Поле. Партнеры проекта. Сады России. Лига джентльменов. Производственная фирма «Вера». Рекламно-производственная компания «Скайлайн». Подробности на сайте светlana74.ru. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-отелье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкино 32. Территория тайского спа представляет. Только две недели с 16 по 31 мая скидки на все виды массажа 30 процентов. Территория тайского спа. Улица Российская, 206. Телефон 223-23-20. Чтобы взрослому человеку понять, чем именно он хочет заниматься в жизни, необходимо как можно больше попробовать в детстве. Легко ли быть звездой, сниматься в клипах, давать концерты и что для всего этого необходимо, узнают участники звездного лагеря «Чудо-чадо». В преддверии первой смены с авторами этого проекта встретилась наша съемочная группа. Талант – это то, что для начала нужно открыть, а затем бесконечно развивать. Это на своем личном опыте знают те, кто работает с детьми. За восьмилетнее существование центра «Чудо-чадо» его воспитанники не раз участвовали в концертах и выставках. На этот раз возникла идея в формате знакомого многим городского лагеря. Организовать лагерь «Звездный». За эти 30 дней нам нужно снять музыкальные клипы, нам нужно разучить общую песню «Звездного лагеря» и нам нужно снять еще документальный фильм о том, как мы к этому пришли, собственно. Снимать будем и на улице, и городские пейзажи, и у нас фотостудии будут с разным совершенно наполнением. Дети будут заниматься вокалом, эстрадным вокалом, будут заниматься хореографией, сценическим движением, сценическое мастерство, сценическая речь и, конечно же, живопись. И вплоть до того, что дети будут разрабатывать даже элементы костюма и конструировать собственный костюм, ну и вживаться в образ. Помимо сотрудников «Чудо-чадо» в качестве педагогов «Звездного лагеря», к проекту подключились известные продюсеры, режиссеры и преподаватели вокала. Вполне возможно, что их поприще вот буквально домашние залы, они дают концерты только родителям. Но в любом случае видно, что это не те закомплексованные детишки, да, которых могли просто бросить в неизведанный путь. Нет, это те ребята, которые действительно подготовлены, и мамы знали, куда они их привели. Возможно, да, он не так хорошо поет, как другой ребенок. Возможно, он замечательно рисует, а может быть, у него потрясающие актерские способности, или, может быть, он замечательно читает стихи, или, может быть, он потрясающе танцует. Поэтому «Звездный лагерь», он ставит задачу такую, чтобы раскрыть в ребенке его внутренний скрытый потенциал и те таланты, которые пока еще родители в нем не видели, и сам ребенок стесняется как-то себя выразить. Эти таланты мы по максимуму хотим раскрыть в ребенка. Среди участников проекта есть и начинающие артисты, и те, кто, несмотря на возраст, уже имеет сценический опыт и даже полноценный репертуар. Я выступала в Казахстане, и там я пела «Булочку с творогом» и «Россию». И еще я выступала в «Глубе Теребу». Да. И там я пела тоже «Булочку с творогом», только «Булочку с творогом». И еще я выступала здесь, в Челябинске. Везли на разные конкурсы, и там я пела просто «Булочку». А вчера я тоже пела «Булочку» на маминой работе в столовой. Не бывает неталантливых детей. Все дети безумно талантливые. И наша работа – работа педагогов. Педагогов сделать из них действительно настоящих звезд. Потому что для каждого найдется своя роль. По мальчанок. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плеву я при единственной маме на свете. Плеву я скученный и ветер. Единственной маме на свете. Команда специалистов подготовила новый музыкальный репертуар. Будет и общая песня, и дуэты, и сольные номера. И это не считая танцев, рисунков и фотосессий, которые также будут в программе лагеря. А как ребята справятся с этой творческой задачей, мы узнаем ближе к финалу проекта. Этой поздней весной в нашем городе отметились многие известные артисты. С участницей шоу «Голос» певицы Ольги Сергеевой встретилась Ирина Ахмедшина. Четвертый сезон телепроекта «Голос» стал особенным именно для челябинцев. Столько земляков среди участников, да еще и прошедших дальше слепых прослушников, не было ни в одном из сезонов. Озерский певец Михаил Озеров, челябинец Стас Обухов, а также экс-челябинка Ольга Сергеева. Этой весной в родной город она приехала с благотворительным концертом, приуроченным 9 мая. Лет 20 назад редкое городское событие обходилось без Ольги Сергеевой. Ее песни звучали в эфире местных радиостанций. Но затем в музыкальной карьере пришлось сделать паузу. Вот вы понимаете, как все пошло. То есть я в Москву, естественно, ехала за карьерой. То есть у меня была цель. Я уже знала, что, конечно же, следующий этап – это Гнесинка. И только Гнесинка. И слава Богу, поехали с моей мамой, без протекции, без всего поступила. Но вот понимаете, судьба, все-таки есть судьба. Встретила супругу своего, стала мамой первый раз, да, и второй, и третий. И дети как-то шли, можно сказать, так вот подряд. Но чисто физически вообще даже не хотелось ни чем заниматься, кроме семьи, кроме детей. Возобновить карьеру певицы Ольга решила участием в проекте «Голос». Эта идея оказалась успешной. С первых уже сезонов, конечно, я вот прям думала, видела себя там. Но вот попала только в четвертый голос. Ну, конечно, видите, изменился состав жюри. Как-то так немножко все настороженно отнеслись к этому. Было так немножко непривычно и непонятно, что будет вообще, что ждать. Ну, остался неизменный Александр Борисович, который ко мне и повернулся, к которому, собственно, я, наверное, где-то и планировала попасть, да. Потому что, ну, репертуар такой. Первым, что предложил певица-наставник Александр Градский, это немедленно сменить образ и репертуар. Что оказалось стрессом не только для Ольги, но также и для ее окружения. Я с удовольствием взяла за эту песню, за вот Кабара из Кабары, да, Лази Минейна. И как мне казалось, что я с ней справилась, ну, так вот, как я и хотела. Но многие мои близкие друзья поняли, что вообще это не мое. Кто-то мне говорил, зачем это все. У тебя совсем другое, репертуар ты должна петь, другие песни. Но здесь это же, опять же, это же шоу, да. То есть вот есть такая задача, вот нужно ее выполнить. И мы ее выполняли. У Ольги Сергеевой особый стиль. Каждый ее выход на сцену неизменно запоминается удивительным нарядом. У меня много вообще концертных нарядов. Я люблю и шить, люблю и где-то там что-то подсмотреть. В Челябинске вот у меня одно платье было от Алены Ахмадулиной, и второе платье было от Илья Москва, там, от Терехов. Ну, то есть я так сотрудничаем, да, придумываем что-то вместе, к ним прислушиваюсь. Я попрошу там, что мне в чем удобнее, как это должно выглядеть. После проекта Ольга Сергеева уже записала альбом, выступила на концерте продюсерского центра Григория Лепса, а еще она не перестает учиться, считая, что без этого настоящему артисту никак. Знаете, я думала, что ничего себе у меня такие вообще детская школа музыкальная, да, вот, в которой пели в хоре, всегда солистка. Потом училище, у нас тоже были очень сильные педагоги, и я классикой занималась, да, вот. Вот он, Гнесинка, то есть, ну, думаю, уже вот, ну, что может быть, да, лучше? То есть такую школу получила, такой багаж за плечами. Голос, он и голос, никуда он не денется. С каждым ребенком все это куда-то уходило, то есть я это не особо за этим смотрела, то есть, да, ну, вот, дети, дети, дети. А связки-то те же мышцы, их нужно тренировать постоянно, чтобы они были в тонусе, чтобы они были в форме. То есть уже хочется, знаете, вот превратиться в артист, не в певицу Ольгу Сергееву, как вот везде пишут, а вот в артисту. Это, конечно, уже, наверное, такой следующий этап, но и, в принципе, так вот идем шаг за шагом, взрослеем, и что-то, да, меняется, и к чему-то приходишь. Постоянно, постоянно нужно расти, постоянно сама усовершенствоваться. Все это означает, что в ближайшее время мы увидим совсем другую Ольгу Сергееву с обновленным репертуаром и несколько иной подачей музыкального материала. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске идеальный летний материал «Лен», а также несколько стильных комплектов с его участием. Плотный, фактурный, но при этом легкий и дышащий. Благодаря этим свойствам «Лен» считается идеальным решением для самого жаркого лета. Этот материал хорош в лаконичных силуэтах, как, например, прямое платье спокойного кроя. Но есть место и для дизайнерских экспериментов, как, например, эта своеобразная блуза-фрак. Долгое время «Лен» подавался лишь в натуральном серо-бежевом оттенке. Современные технологии позволяют окрашивать его в самые разные, в том числе и сложные оттенки. Ну а ткани с принтом создают совсем уже другие характеры и эмоции. Кстати, предметы изо льна легко сочетать между собой, даже если они из разных коллекций. Актуальными будут как монохромные комплекты, так и цветовые блоки. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Сони Кривой, 30. Цветочная мастерская «Экзотик» – последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний, дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда «Бавильон-3». Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». Бутик «Школа стиля». Итальянская мода на Ленина, 50. Вы смотрите «Бьюти-тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok